Анастасия Мишина – человек с активной жизненной позицией. Она любит царов и энергичных людей, которые живут и творят в городе. Ей интересно взаимодействовать с горожанами в рамках различных проектов. Анастасия принимала участие в организации ежегодного командообразующего мероприятия для молодых сотрудников РФИА Цвнеев. В его рамках проводился квест «Саровский атомный проект». Также девушка помогает в проведении интеллектуально-развлекательной игры «Атомквиз» ежесезонных кубков КВН с участием иногородних команд. А совсем недавно на форме «Метеор» она выиграла грант в размере 700 тысяч рублей с проектом «Атомный КВН. Творчество и культура в закрытых городах». Он призван объединить десятку атомных городов посредством игры. Планируется, что проект будет реализован в апреле следующего года. И вот, живя и крутясь вот в этом всем, я наткнулась на конкурс «Новые создатели» и решила, ну, почему нет? Вот. И сейчас я вижу, сколько людей меня поддерживает. И я понимаю, что даже если я этот конкурс не выиграю, то уже все не зря. Ну, потому что люди небезразличны. В атом-квизах участники проверяют свои знания в ядерной физике. Мероприятие организует РФИАЦ в НИЭФ, а Анастасия – часть команды организаторов. Цель мероприятия – помочь молодым людям, которые устроились на работу в НИЭФ, адаптироваться и влиться в новый коллектив. Сотрудники участвуют в различных квестах и интеллектуально-развлекательных играх. То есть достаточно такое интересное мероприятие, после которого люди уезжают вот с такими горящими глазами. Каждый год возьмите нас тоже, мы хотим поехать, а как бы вот все, нельзя один раз. Потому что следующий год снова для вновь поступивших на работу молодых людей организовывается. Мероприятие проводится на базе отдыха имени Гайдара. А в детском лагере «Березка» молодежный центр проводит слеты молодых семей до 35 лет. Анастасия входит в команду организаторов. Молодых пап и мам также ждут различные развлекательные мероприятия – квесты, игры и квизы. Для Анастасии участие в конкурсе «Новые создатели» – не только вызов, но и возможность рассказать о своих делах, вовлечь в активную творческую жизнь других саровчан. Поддерживают люди, от которых этой поддержки я, наверное, даже не ожидала. Те люди, с которыми мы давно потеряли все связи и контакты, и они за меня голосуют, поддерживают меня своими голосами. Это, безусловно, очень ценное. В этой премии также принимают участие много достойных ребят, очень много творческих, достойных людей. И голосовать можно как за одного соискателя премии, так и за нескольких. Голосование проводится до 23 октября в специальном телеграм-боте. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, СРОВ24.